Приветствую вас! Мы вам безусловно поможем, ладно? Но помочь вам нужно правильно. Именно правильно. Именно правильно помочь нужно. Для того чтобы помочь вам правильно, нужно сначала определиться с тем, как это правильно. Как? Да? И вот здесь начинается самое интересное. Вернуть себя из детства вы не сможете, потому что вы повзрослели. Школа это не то же самое, что университет. И ваши проблемы связаны не совсем с тем, что вы описываете. Вы говорите, что меня ранит то, что при разговоре обращаются не ко мне, а к другому человеку. Вопрос, как это вас ранит? Это меняет ваши представления о себе. Если подобное происходит, то получается, что каждый такой эпизод, каждое такое общение, своего рода, ну, игра ва-банк что ли. Своего рода какая-то попытка что-то доказать и прочее. То есть такой вот крайне стереотипный получается шаблон успеха, от которого, честно говоря, на зубах появляется оскомин. Дело в том, что в университете люди по большей части, ну или по умолчанию, правильно будет сказать, очень взрослые и более-менее понимающие чего они хотят. Или чего не хотят. И вы, судя по всему, так до сих пор и не знаете, чего вы хотите в жизни, кем вы хотите стать, кем вы себя видите и прочее. Несколько целей, нет движения вперед. Нет движения вперед, нет людей, которые смогут вас увидеть. Потому что все проявления человека, именно в этом выражаются. Вы же хотите, чтобы на вас обращали внимание, но при этом вы боитесь как-либо себя проявить. И все правильно, потому что проявление для вас не подчинено какой-то цели. Проявление для вас это способ обратить на себя внимание других людей, что является ошибкой. Потому что, извините, вы не сможете обратить внимание людей на себя, если вашей целью является это самое внимание. Почему? Да потому что вы пусты. В таком случае получается, что вы пусты. У вас нет цели. Стремитесь вы к людям, чтобы за счет людей кем-то себя ощущать. Сами по себе кем-то себя ощущать вы не можете. И потому на вас и никто не обращает внимания. Соответственно, что я могу вам сказать по факту. Глубина своей проблемы вы не описываете. Что очень жаль, потому что хотелось бы, чтобы вы это сделали. Именно глубина. Там, тогда откуда началось, например, обеценивание себя. Почему такое желание обратить на себя внимание людей. За счет чего оно у вас существует и живет. Как вы понимаете успеха, что он для вас значит. Ну и так далее, и так далее. Вот на эти моменты нужно обратить внимание. Дальше уже смотреть. Что и как. На мой взгляд, вы боитесь отказа. Боитесь, боитесь, что люди отказывают с вами. Контактировать. Отдолкнуть вас. На мой взгляд, у вас не сформированы представления о себе. На мой взгляд. Вы пытаетесь заместить чувствами других людей к себе. Свои чувства по отношению к себе же. Из-за чего возникает такая вот неприятная история. Ну, все это корректируется в любом случае. Помочь вам можно. Обращайтесь. Выбирайте себе эксперт. И начинаете работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ. Буду благодарен. За его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. И удачи.